Проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» уже шестой год продолжает радовать жителей и туристов самыми интересными площадками для зимнего отдыха. Большая рождественская ярмарка в парке Малевича стала одним из центральных событий региональной программы в нынешнем сезоне. Сыры на самый взыскательный вкус, пряники ручной работы, былыки и колбасы, дары тайги и алтая – эти и многие другие деликатесы были представлены в парке. Помимо исконно русских угощений, посетители смогли продегустировать заморское лакомство – настоящих виноградных улиток. Улитки запекают прямо в раковинах с разнообразными сливочными начинками. Их выращивают фермеры из Солнечногорска. На ярмарке эта продукция стала изюминкой торговых рядов. Удивляются, приходят, пробуют, потом радуются. Некоторых уговариваем, потому что боятся, как же так, улиток никогда не ели. Но с огромной радостью пробуют, берут с собой и возвращаются. В парке Малевича были представлены угощения и для юных посетителей. Кондитер Татьяна – мама троих детей. Создавать красочные сладости начала для семьи, но постепенно круг желающих побаловать себя красивыми имбирными пряниками стал расширяться. Свои изделия мастер готовит только из натуральных продуктов. У меня сладости, ручной работы. Все это делается вручную, из натуральных продуктов. Стараемся минимально использовать красители, потому что хотелось бы, чтобы состав был максимально натуральный для детей. Все-таки в основном продукция предназначена, хотя взрослые тоже очень любят чай попить с имбирным пряничком, с печеньями песочными, с вкусными. За праздничные дни свою продукцию представили 10 подмосковных и столичных фермеров. Помимо мастеров из Одинцовского округа, в парк приехали их коллеги из Солнечногорска, Луховиц, Шаховской, Химок, Волоколамска и Красногорска. Торговые точки разместили в специально построенных красивых павильонах. Организаторы отмечают, что рождественская ярмарка – еще один способ поддержать региональных производителей. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.